Ничего, я сегодня пораньше проснулась, пораньше вышла на улицу, как и обещала, что приключу сегодня пораньше. Поэтому, поэтому... Хотела сесть сейчас на улице, но там мамаши сидят перед школой или перед садиком, ждут, может, своих детей, чтобы забрать. Поэтому решила внутри пока посидеть в кофейне. Потапайте, пожалуйста, по экранчику, выше там. Как у вас дела? Я ответ... Чё ты в старой? А потому что я пришла сюда кофе попить. И здесь, типа, плюс-минус, можно норм повести эфир, чтобы никто не мешал. Лучше всех. Шо вы? Как вы? Работаете, учитесь? Шо у вас сегодня? Привет, Алина, приветик. Шо ты, Алина, как твоя работа? Ты в отпуске ещё? Я за тебя очень рада. А ты сама нашла себе замену? Нет, я просто сказала, что я ухожу. Спасибо за 500 гривен, кто задонатил. Спасибо большое. На хлеб. Спасибо, спасибо. Этот... Я что? Я сказала просто, что я увольняюсь, и всё. Дальше меня ничего не волнует. В смысле я буду искать замену? В смысле вы о чём? Тапайте, пожалуйста, по экранчику. У меня скоро уроки закончатся, и буду отдыхать. Я посрал. Спасибо за 3 гривны 12 копеек. Спасибо, Владислав. Я рада за тебя. Привет, красотка. Привет. Привет. И не отрабатывала? Нет. Нет. Я сказала, не хочу. Привет, привет, привет. Всем приветик. Всем доброе утро. Что у вас там? У тебя маникюр гарный. Дякую, дякую. Я играю в игру на телефоне, и я пойду. Давай, спасибо ещё раз за донат. О, сегодня твой день... Куда? Боже. Тапайте, пожалуйста, по экранчику. Пожалуйста. Спасибо всем, кто тапает. Спасибо большое. Вот. Алина, так у тебя ещё отпуск или как? Покажи сердечко. Или ты уже всё, или ты уже работаешь. Отпуск ещё. Ой, классно. Классно. Размовляти украинскую не хочешь? Может, я бы и хотела размовляти на украинской мове, но мне очень тяжело. Я иногда пытаюсь это делать, но мне очень-очень тяжело. Мне удобнее говорить, на жаль, российскую, поэтому я говорю российскую. Буду выходить, наверное, в четверг, в пятницу. А у тебя все те же, что хочешь уйти? Покажи маникюр. У тебя хорошо выходит. Дякую. Ты хотела как-то провести отпуск нормально, а в итоге просто дома сижу. А парень твой приехал? Сколько тебе стубероги? Мне двадцать оды. Мне двадцать оды. Тапай ты, будь ласка, по экранчику. Будь ласочка. Мне ваши тапы очень важны, они мне очень помогают. Без вас я не справляюсь вот никак. А шо тут продают что-то? Ну, в этой кофейне, да. Бористо, да, я Бористо. Вот опять же, я вчера помыла голову, целый день классно проходила, поспала, проснулась, и они у меня уже вот такие вот закрученные. Вот почему. А где все клиенты? Я не знаю, я на смене, я здесь не работаю. Ты из Витки? Я из Киева. Та касса у нас так поднялись, боюсь выходить. Боишься типа из-за большого потока? Привет. Привет. Шестнадцать девятнадцать тысяч. Ого, шестнадцать девятнадцать тысяч за день в кофейне, это неплохо. Ну, по кассам. Неплохо. У меня тут, когда четыре тысячи касса, я уже вздыхаю, а шестнадцать девятнадцать неплохо. Но, кстати, странно, что при таких кассах вы работаете по одному человеку, людей. Ви не навчить ничего, что треба разговаривать украинскую. Дякую тому, кто так пойдет, дякую. Мы немного посидим с вами здесь, потом и выйдем на улицу, когда чуть-чуть меньше людей будет. Можно я не буду тапать? А может ты будешь тапать? Витаю, про счеты спинкуете. Обо всем и не про что. Любая тема. На рамках доступного. Хочешь подарок? Конечно. Санечка, особенно тебя. Кто не хочет подарок, Санечка? Ты перед школой? А во сколько школа? Двенадцать тридцать. А до которого вы сидите там? Восемнадцать сорок пять. Жесть. Это тупо весь день опусраны. Это у нас было с восьми там до трех, до двух типа. Жесть. А если восемь уроков, то еще десять тридцать или дистанционно? Ну, это вот только ваше вот так вот. Привет, Ваня, привет. Если было бы убежище побольше, то... Ваня, шо ты, как дела? Ты на работе дома или на работу собираешься? Валяюсь. А ты будешь сегодня на работу идти? Я сегодня ответственна. Пораньше проснулась. Пораньше к вам подключилась, как и обещала. Даже не собираюсь. Нет. А, у тебя сегодня выходной? Это круто. Сегодня в образе доктора. Это просто рубашка. Белый. Привет, я рада тебя видеть. Привет, я також. Спасибо за подарочек. Дякую за троянточку. Дякую. Не забывайте забыть, пожалуйста. Что там? А, да на улице людей поменьше. Надо будет на улице пойти. Марина, что? Стас, что такое? Что такое, Стас? Спасибо за сердце. Спасибочки. Короче, пыталась я вчера на этом ноутбуке разобраться с этим твичом. Мне до сих пор интересно, как можно... Я не нашла ответа точного. Это надо будет проверить. Спасибо за подарочек, Санечка. Мне нужно, чтобы, типа, стримить с телефона, камера была с телефона, и был стрим фильма на ноутбуке. Мне говорят, что можно запустить, типа, эфир на телефоне, и запустить эфир на ноут. И тогда оно совместится, и будет, типа, как моя... Мой телефон будет, как вебка. Вот я не знаю, это, типа, просто нужно будет подключить. Сделать так или как? Это не макбук. Нет, есть прога. У меня макбук. Ты сегодня просто красотка. Дякую, дякую. Это нужно через отдельную пробу делать? А пробу устанавливать на телефоне или на ноуте? О, это, видимо, все любители кофе туда приехали. Эту пробу где нужно устанавливать? После эфира напиши. Окей. У тебя макбук? Да, у меня есть макбук, но он старенький. Здравствуйте, Нейли, здравствуйте. Как? Как ваше ничего? А ты была сегодня на уроках? Там, это там школа рядом. И там, и там устанавливать нужно. Мне просто сказали, пацан, который тоже, типа, Twitch иногда ведёт, говорит, у тебя даже фолловеров больше у меня, я говорю, сколько у тебя, один, что ли? Это, что можно как-то, типа, каким-то образом запустить два эфира, то есть на телефоне и на ноуте, и тогда оно, типа, совместится. Старый на скельке. Не, ну, ты всё, не всё сразу, вы прекрасны, когда Стас пошёл в мир. Спасибо. Какие уроки, я только домой пришла. А где ты шлялась? Ты что, ночью дома не была? Нет, это чёс. А, ладно, тогда. Кстати, здесь в ТикТоке появилась новая функция «два экрана». То есть я могу в эфире показывать себя и ещё, что сзади происходит. Вот, это классная функция, это можно было в ком так снимать, но в ТикТоке есть авторские права, и всё равно мы в ТикТоке фильмы не сможем посмотреть. У тебя только один поток, быть может. В головновых макбуках модно, а вторых не знаю. Покажи член. Ну, или ты его быстренько убрала, но я успела прочитать. Хорошо, что тут не банят какие-то слова. Кстати, а в Твиче банят за слово «член»? Нет. Нет? Только за типа из «Бронегров» говорила? Да. И «Пиздец», если сказать, да. Пиздец тоже. Нет, пиздец. Пидо? А, ну, пидо, ну, я не знаю, как в ТикТоке. Нет, ну, в ТикТоке нормально к этому. А, могу приезжать. Привет. Ну, поменьше, но вообще. Но вообще, да, не банят за это. Так, вот. Тут нельзя вот это вот курить, разве что, в экран. Ну, вообще можно. Ну, то есть, меня не забанят именно сам аккаунт. Но меня на 10 минут кинет в бан, и меня не будут выбивать в рекомендации. То есть, 10 минут ТикТока просто на смарку. Ты давно в эфире? Нет, я вот только недавно подключила. 10 минут как в эфире. 10 минут. Ну, видишь, как я сегодня организована. Я же говорила, что я пораньше подключусь сегодня. Я пораньше проснулась. Я проснулась, чтобы вы понимали, в 9 утра. Может, чуть даже раньше. Вот. И начала собираться. А потом подошла к кофейне, встретила старую знакомую. Блин, я думала, еще раньше подключиться. Но встретила старую знакомую, мы сидели с ней общались. Но если много такого будет, то могут дать и навсегда. А, типа курение, да? А то мальчик просил. Что-что? Что просил? Показать член, которого забанили. Сколько ты тримаешь в платные подписки? Смотрите, платная подписка стоит 6 долларов. Вы платите 6 долларов. Я каждый месяц получаю с нее где-то около 4 долларов. Кто там рядом в Челе разбирается? Привет, ты откуда? Привет, я с Киева. А что это в кофейне даже тихо? Ну, у малых школа начинается в 12.30. Они все уже скоро в школу идут. И до 6 вечера там тусуются, поэтому в кофейне тихо. Да они сейчас подойдут. А, они подойдут? А я видела, Ваня был. Сегодня? Да. Этот был с таксой, который малой, и Дима, который...